Мы продолжаем наше путешествие по главной улице Москвы, дом 25-9, на пересечении с Тверским бульваром. Здесь жил певец, популярности которого могут позавидовать многие нынешние звезды, оперы и эстрады. Деревенский мальчишка, который стал народным артистом СССР, солистом Большого театра. Думаю, все уже догадались, что речь идет о Сергее Яковлевиче Лемешеве. Около подъезда, где он жил, всегда можно было увидеть множество поклонниц его таланта, которые гордо называли себя лемешистками. Да и сегодня, среди многочисленных мемориальных досок на Тверской улице, памятная доска Сергея Лемешева единственная, где в любое время года можно увидеть живые цветы. Сергей Яковлевич Лемешев всегда в неустанных поисках. Готовясь к очередному выступлению, он, как и в первый раз, переживает волнение и душевный трепет. И то, что уже создано, совершенствуется вновь и вновь. В тени берез то было, то было в утро наших лет. О, счастье! О, слезы! О, лес! О, жизнь! О, солнце свет! Родился Лемешев вдали от столичных улиц, в деревне Старая Князева, в 30 верстах от Твери, в простое, безо всякого преувеличения, крестьянской семье. Зимой 1919 года, по совету односельчан, он отправился пешком в Тверь, людей посмотреть и себя показать. Его выступление в зале бывшего благородного собрания вызвало фурор, аплодисменты, советы ехать в консерваторию, обещания всяческой помощи. Сказка кончилась на следующий день. О своих обещаниях все забыли, и вместо консерватории Сергей Лемешев вынужден был поступать в Тверское кавалерийское училище. Однако мечта о большой сцене все же сбылась. Была и консерватория, были оперные театры в Тбилиси, Свердловске, Уфе, была сцена Большого театра, был оглушающий, феноменальный успех. И все же Лемешев, даже в годы наивысшего своего взлета, не забывал земляков, часто приезжал на свою малую родину. И в его репертуаре, кроме оперных арий и романсов, всегда были те песни, которые некогда пели в его родной деревне.